Всем привет! Вы знаете, что не день, то я вижу новости, ну сейчас правда уже меньше, не знаю, может быть уже все снесли, что на Украине, на территории Украины и на территории Европы очень часто сносят памятники советским войнам. Вы знаете, и я не могу понять, может мне кто-то в комментариях объяснит логику этого, то есть, ну, что это за война с памятниками? Ну вот правда, во-первых, неужели сейчас этому время? То есть, например, я беру просто, например, Украину, ну для меня вот я так рассуждаю, может быть я не права, может быть мне напишите в комментариях и объясните логику все это. Ну, во-первых, это стоит все денег, да, я считаю, ну то есть посмотрите вот смету просто, ну на Украине там люди, сколько по смете стоит снести вот такой вот памятник? Это все стоит денег, это, я уж не знаю, на самом деле, соответствуют ли цифры, сколько заплатили и сколько внесли в смету и взяли из госбюджета, не могу сказать. Но все-таки, да, как бы, мне кажется, сейчас не самое простое время, не самое нужное для Украины вот такие траты. Ну ладно, допустим, ладно, я там логически себе могу объяснить то, что сносят русских писателей, там, не знаю, русских каких-то маршалов, да, каких-то, ну типа все русское, мы все русское отменяем, ладно, как бы тут можно понять страну Украины, их позиция там, Европа, понятно. Но когда сносят памятники Советской Армии, я вот честно, я не понимаю до сих пор, для меня непонятно. Я пыталась найти в этом ответ, я не слышу ни у кого с украинской стороны. Подождите, Российская Армия, это не только русские, а особенно вот на Украине эти памятники. Это памятники вашим дедам, вашим прадедам, вашим отцам. Также воевали украинцы в Советской Армии, это национальная армия была. Я, и вот здесь вот у меня уже как бы вот вообще разрыв шаблонов происходит. То есть вы свои же, свою же память, свою же гордость, вот своих же героев сносите. Зачем? Вот это-то зачем советским воинам? Понятно, там дружба России с Украиной, там памятник снесли. Понятно. Тут нахожу новость вообще. То есть, ну вот я говорю, для меня война с памятниками, наверное, это сейчас самое время вообще. Тут я захожу, значит, тоже новостную ленту вижу в Латвии. По-моему, в Латвии, значит, там какой-то монумент большой, я так понимаю, Советская Армия опять же стоит. И типа они сказали, что им будет дорого это демонтировать. И предложили подключить НАТО, чтобы этот монумент взорвать. Я смотрю на это, думаю, а при чем есть НАТО? То есть у нас НАТО уже настолько, они уже не знают, как приплести НАТО. Это в Латвии. То есть НАТО еще давайте подключим к войне с памятниками. Это как не смешно выглядит? НАТО мы послушаем, чтобы они взорвали памятник. Вот как? Это, ну, то есть, знаете, сейчас много идет, ну, как бы разговоров НАТО, ну, всеми там правдами-неправдами. Пытаются откреститься, что мы не будем участвовать. То есть принимать участие во всем этом. Потому что это считается оборонительная сторона. То есть, когда там оборонительное сообщество. Ну, как это назвать правильно, в общем-то, я не спец в этом. Я сейчас так вообще вникаю, вникала сейчас. Да это мне вообще-то было все неинтересно. Стала вникать вообще столько, чем и почему. Ну, ладно, неважно. Серьезно, вот НАТО для этого создавали? Для того, чтобы взорвать памятники советским воинам? Так воюют теперь? Тут вижу новость, значит, какой-то танк советский демонтировали на Украине. И я вот сижу и думаю, а что вы будьте уже подследовательными до конца? Вы сейчас воюете с советским оружием. С советских времен. То есть вам и присылают такое по помощи оружие советское еще. Ну, будьте до конца, откажитесь. Памятник, значит, вам это с русскими ассоциируется, а оружие не ассоциируется? Чего же вы тогда им воюете? Будьте до конца последовательны. Вот то, что как бы вот этих классиков они отменяют сейчас себя писателей, маршалов. Перестаньте пользоваться этими методами ведения там боев, войны, русских маршалов. Все равно же все читается, все эти военные книги там изучаются, тактики, все. Ну, перестаньте. Будьте вот прям до конца. То есть какой-то здесь, опять же, какие-то двойные стандарты, да? Ну, и в принципе, но если вот так вот брать серьезно, то что там они отменяют этих классиков и в музыке, и в книгах, там, во всей литературе, в науке вот этих. Ну, это потерит только будет лично тех стран, кто это все отменяет. Ну, то есть как бы я бы вообще тогда раз так вот так вообще бы запретила читать, сказать, ну и ладно. Ну и все, наши классики мы забрали и пошли. Мы-то, ну, как бы я считаю, что мы от этого ничего не теряем. Это как, ну, для них уже будет. А они что, читать это не будут, я не знаю. Ну, то есть вы снесли памятник, вы книжки перестанете продавать. Вы пройдете по всем домам, проверите, чтобы этого не было. То есть, что сейчас этим, я не могу понять, честно, логически, что это, для чего сейчас это так необходимо, что вы сделаете хуже как-то. Ну, что это вот? Ну, это прямо, я вот считаю, это война с памятником. Мы воюем с памятниками. Советские солдаты, это же особенно на Украине. Ваши деды, прадеды воевали за вашу землю, за вашу страну в составе советской армии. Могущная страна против фашизма, вот этого всего. И вы берете своих героев, просто сносите. Это же не конкретно там русскому, ну, там, еще можно сказать, какому-нибудь русскому полководцу. А вот стоит общий памятник советскому солдату. И потом, сейчас вот я много смотрю городов, вот показывали в Донецкой области, там вот, только сейчас зажигают, значит, вот эти вечные огни. Они 8 лет были отключены. А почему? Почему это так вот, ну, и потом они говорят, что нету там фашизма, вот этого всего-то. А почему? Ну, вы же демократичная страна, вот это вот, в Европе там приходят люди возлагать цветы, что-то на 9 мая, да, творилось. Памятник где? В Латвии же, по-моему, как раз там за него, вот как раз за него весь Сербор, да, сейчас НАТО мы подключим, чтобы взорвать. Это просто, я не понимаю, НАТО подключим, взорвать памятник. Хоть что-то НАТО сделает, хоть чем-то понадобится, ну, вот это не смешно самим. И вот это люди пришли возлагать цветы, вот это вот пришли на следующий день, давай это собирать этим трактором. Люди еще пришли, кого-то там задержали. Но это же пришло большое количество людей, не русских, вашей страны. Вы же демократия, у вас же свобода слова, люди сами делают выбор. Что люди сделали? То, что они возложили цветы советскому солдату 9 мая, это считается, что поддержали русских сейчас? Нет, они просто помнят своих героев и чтят эту память. А им это запрещено. Это вообще что? Тогда что это? Как это называется по-другому? Что это? Власти идут на это. Вы что, ну, там, воюете вы сейчас с Россией, с русскими, воюете прям вот всеми, возможно, мерами, санкциями, еще чем-то. Со своим-то народом вы зачем воюете? Вы со своим народом, получается, тоже воюете, когда вот так вот просто берете людей, там, кордоны выставляете от памятника, там, отводите, чтобы не подходили. Я не знаю. Я вот смотрю на это все, думаю, боже мой. Неужели сейчас то время в этом вот это, да, вот в этом, в этом ваша правда? В этом вы хотите что-то доказать, снася какой-то очередной памятник, который стоит на вашей земле? Это, он принадлежит вашей стране. Ну, вот сейчас все снесете, что у вас останется, по сути? Что у вас останется? Я просто не знаю, честно, наверное, на Украине там, ну, на той же самой тоже есть свои какие-то герои, там, выдающиеся еще кто-то. Ну, не знаю, сколько останется после того, если они сейчас снесут все памятники, которые связаны с Россией, с русскими и вот с Советским Союзом. Что останется? А дома будете сносить? Которые строили вам, например, русские где-то? Тоже будете сносить? Я говорю, ну, вот опять, вот я с этим танком, я вчера когда увидела, демонтировали танк. Думаю, что? То есть вы можете этим оружием, воевать вы им можете, это вам вообще нормально. Ну, будьте последовательны до конца, откажитесь. Вот, конечно, знаете как, почему-то вот люди, вот я смотрю на Украине, я не знаю, может быть, у них есть в голове какое-то объяснение тому, что при чем здесь советские солдаты. Не знаю, вот правда. Что вы этим пытаетесь доказать? Выиграть войну таким образом, как вы считаете? Сделать что, больно? Но у меня-то на родине, вот, например, русский, как я русский человек смотрю, остается все это. Это у вас не будет ни памяти, ничего. Хотите эту память стереть? Ну, историю тогда не говорить, что вы не переписываете историю. Тогда не надо хлопать глазами, говорить, а у нас ничего не было. Мы такие все честные, белые, пушистые. У нас все было хорошо. Значит, не было хорошо. Значит, вот это вот, как у нас все пропаганда. Так вы сами нашу пропаганду подтверждаете какими-то действиями. Ой, в общем, вот так хотела я вам сказать это. Да. Война с памятниками еще и при помощи НАТО, это, конечно, сильно. Не знаю. Не знаю, как смотрят на это обычные люди. Потому что, ну, понятно, что, видимо, все это из новостных ленты. А обычные люди, ну, мне кажется, может быть, им их все равно есть, памятник нет. У них сейчас вообще другое в голове. Чтобы быстрее все это закончилось, чтобы дом остался цел, чтобы вернуться в дом свой. А не с памятниками. Я бы, нет, я понимаю, но закончится это все, там, решайте потом с этим памятником, еще с чем-то. Ну, сейчас разве это самое время, когда этим нужно заниматься? Не знаю. Ой, ну, ладно, мои дорогие, буду с вами прощаться на этом. Просто вот хотела, была мысль вот этого, я хотела вам сказать. Напишите в комментариях. Может быть, мне кто-то объяснит, в чем логика. Спокойно, в нормальном тоне. То есть я готова принять и выслушать вот стороны Украины, в чем логика. А именно сносить памятники российской, советской армии, советской. Которые, по сути, украинцам и поставлены, эти памятники. Потому что Украина воевала точно так же, наравне с русскими. Буду вам благодарна, если напишите. Все, мои дорогие, на этом буду заканчивать. Пока-пока, увидимся.